Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось с вами поделиться и рассказать о значении магнитно-резонанса томографии в диагностике сосудистой опухолевой инвазии при операциях на шее. Область шеи и область головы можно сказать, что всегда в принципе оценивается в совокупности. Это две неотделимые между собой зоны. Включают в себя очень много различных анатомических структур, которые тесно прилежат друг к другу, к сосудам. Необходимо оценить связь между собой, но тем не менее между ними и все это объединено костными структурами. И хирург имеет в данной области очень маленькое поле для операции и во время данной операции он не может, как при операциях, допустим, на малый таз, уйти на более расшириться сразу и сделать более большое оперативное поле. Существует современная классификация лимфатических узлов шеи, которая была утверждена в 2001 году и по сегодняшний день она актуальна. Включает в себя 7 уровней, но также имеют подуровни. В зависимости от первичной локализации опухоли поражается определенная группа лимфатических узлов. Подробно не будем останавливаться на данном слайде, это все можно найти в литературе. Стоит внимательно изучать, смотреть, как на венозный отток. Для хирурга это очень важно. Существует достаточно крупный ствол, это внутреннее еремное, наружное еремное, но и также существует еще совсем маленькая веточка, очень тоненькая, это передняя еремная вена. При пересечении вен с одной стороны или с двух стороны для пациента не является критичным каким-то состоянием. Хирург может их спокойно перевязать, так как есть большое количество коллатералей, которые все это смогут компенсировать, в отличие от артерий. Очень важно знать типичную анатомию, развитие, да, велизиевого круга. Здесь очень значение имеет передняя соединительная, да, артерия, отсутствие или наличие ее, и также задних соединительных артерий. Для того, чтобы врач-хирург, он понимал все риски возникновения ишемических изменений в головном мозге. В протоколе необходимо отразить, если та или иная какая-то аномалия отхождения сосудов. Мы должны предупредить хирурга о том, что она есть. Помимо аномалий, необходимо также отразить и какую-то патологическую деформацию артерий в виде деформации под острым углом, да, перегиб сосуда по типу кинкинга, либо когда сосуд имеет дополнительные петли образования, коллинга. Мы пишем, на каком уровне это располагается и какой тип деформации. В зависимости от той или иной, да, патологии распространения процесса, существуют три типа лечения. Это хирургическая, лучевая терапия и химиотерапия. Классификация шейных лимфодисекций делится на три типа. Это радикальная лимфодисекция, удаление всех лимфатических узлов, удаление внутренней еремной вены, удаление мышц и нервов. Модифицированная радикальная лимфодисекция, удаление всех лимфатических узлов, сохранения мышц. Нервы или внутренняя еремная вена могут быть как удалены, так и сохранены. И селективная лимфодисекция, удаление только определенных групп лимфатических узлов. Какая же будет тактика хирурга при инфильтрации или тому, как прилежит опухолевый узел к определенному сосуду. Если узел будет врастать во внутреннюю еремную вену, как уже было сказано ранее, в принципе, здесь не так это страшно, так как хирург ее пересекает, и коллатерали будут компенсировать это. Здесь очень важно оценить протяженность, насколько прилежит измененный лимфатический узел или опухоль к сосуду. И дальше тактика будет такая, если маленькая протяженность, то это будет пластика, если большая протяженность, то, скорее всего, будет протезирование. Как обстоят дела с инвазией в наружную сонную артерию? На представленном слайде мы видим, что узел имеет перинодальную инфильтрацию к мышцам, но и также прилежит на 1,2 к наружной сонной артерии и менее 1,4 к внутренней сонной артерии. Мы видим нарушения гемодинамические от внутренней еремной вены. И в данной ситуации хирург смог перевязать наружную сонную артерию и перевязать внутреннюю еремную вену. Ситуация намного сложнее и страшнее, когда есть инвазия в общую сонную артерию. Мы видим, что опухоль прилежит к общей сонной артерии более чем на 1,2 окружность. И здесь, конечно, хирург уже должен понимать риски, насколько он сможет перевязать, насколько он сможет сдавить данный сосуд. И обязательно необходимо оценить оценку Велизиевого круга, замкнут он или нет, для того, чтобы понимать возникновение ишемических изменений. Немного о строении сосудов. Артерии и вены имеют одинаковое строение. Наружная соединительная ткань, мышечная стенка и эндотелий. Чем же они отличаются друг от друга? Мышечная стенка артерии достаточно толстая. Артерия находится под постоянным давлением, она бесконечно работает. И при выполнении магниторезонансной томографии, при внутривенном контрастировании, мы не всегда, но зачастую мы видим утолщенную стенку артерии. В отличие от вены. Вена имеет очень тонкий мышечный слой. Она не находится постоянно в тонусе. Она легко деформируется, сдавливается мышцами, лимфатическими узлами. И достоверно оценить инвазию в вену практически невозможно. Да, мы можем оценить, насколько прилежит, но оценить инвазию мышечного слоя не представляется возможным. Оцениваемые взаимоотношения лимфатических узлов и опухолей к сосудам. Необходимо отразить, да, если он прилежит, то насколько он охватывает сосуд на одну четвертую, на одну третью или на одну вторую. Или вообще, может быть, это конгломерат лимфатических узлов или опухоль, которая, в принципе, инфильтрирует полностью какой-то сосуд. На данном слайде мы видим, что есть измененный лимфатический узел, который прилежит к внутренней сонной артерии, но отстоит от наружной. Это тоже надо отображать в своем протоколе. Если мы видим жировую прослойку между измененным лимфатическим узлом и стенкой артерии, мы прям так и пишем. Толщина жировой прослойки до 4, примерно, да, миллиметров. И хирург уже будет в дальнейшем планировать, да, с этим сосудом не будет проблем, надо решать тактику лечения с внутренней сонной артерией. Также необходимо отображать, если такая перинодальная инфильтрация. К чему, да, к органам, к мышцам, к сосудам. Насколько она охватывает данный сосуд. На примере клинических случаев хотелось бы показать, да, вот мы видим конгломерат лимфатических измененных шейных лимфатических узлов без первично выявленного очага. Лимфатические узлы прилежали к наружной сонной и внутренней сонной артерии. Однако узел имел достаточно четкие контуры. Мы даже видим гипоинтенсивный такой ободок. И вроде бы как бы нет явной инвазии, и мышечный слой артерии прослеживается. Но тем не менее мы здесь тоже будем писать, что узел прилежит на одну четвертую к наружной сонной и к внутренней артерии. И полностью отсутствует, да, мы не видим внутреннюю еремную вену. Скорее всего, она вовлечена, либо очень сильно сдавлена. Это также будем отображать в своем протоколе. Произведена была операция Крайля, которая включает в себя удаление с одной стороны всех групп лимфатических узлов в едином блоке с подчелюстной слюной железой, грудиноключительно-сосцевидной и лопаточной подъязычной мышцей вместе с внутренней еремной веной, что и смогли сделать данному пациенту. Следующий клинический случай – нейрогенные опухоли. Достаточно очень интересное их расположение. Располагается в области бифуркации общей сонной артерии. Внутренняя сонная артерия идет вдоль медиальной поверхности данного образования, а наружная сонная артерия идет вдоль латеральной поверхности. Образование охватывает данные сосуды на одну-вторую окружность и в своей структуре имеет обогащенную собственную сосудистую сеть. Данную пациента прооперировали. Несмотря на то, что был охват на одну-вторую магистральных сосудов, хирургам удалось отойти проблематично, но они отошли от адвентиции и удалили данное образование. У данной пациентки большой, обширный опухолевый инфильтрат. Были изменены, выявлены лимфатические узлы, которые на фоне такой вот перинодальной инфильтрации вовлекали в себя, муфтообразно окутывали внутреннюю, сонную артерию и прилежали к внутренней сонной артерии. Помимо магистральных сосудов, хотелось сказать, что необходимо также обращать внимание, насколько прилежит опухоль, как идут позвоночные артерии. Обширное распространение опухоли щитовидной железы или опухоли в шейном отделе пищевода достаточно могут иметь большое распространение процесса, который достигает не только привертебральных фаз, мышцей, но и также могут инфильтрировать позвоночные артерии. И здесь также необходимо отмечать, если она прилежит, то насколько, если есть жировая клетчатка, отметить, насколько ее толщина. И помимо расположения, соотношения к сосудам, необходимо смотреть, что же в просвете данных сосудов, чтобы не пропустить, допустим, опухолевый тромбоз вен, как представлено на данном слайде. И в заключение хотелось сказать, что важна каждая деталь в описании, каждый миллиметр очень важен. Необходимо оценивать все в совокупности, как единый блок голова и шея, неразделимы друг от друга. Это очень важно для хирурга, для того, что он, прочитав наш протокол, он будет понимать, к чему ему готовиться для дальнейшей операции. Спасибо за внимание. Продолжение следует...